А я люблю Путина, я люблю деньги, я люблю власть, и я люблю, когда мои дети отдыхают в Дубае и получают удовольствие от этой жизни, поэтому вы малоимущие, как бы вы там не любили своих сыновей, своих мужей, ваши дети, ваши мужья, ваши братья должны там погибать, как поворачивается язык сказать, что из своего кармана, ну скажи ты, что он из государственного бюджета как-то нашел способ, там, у кого-то где-то что-то урезал, и потратил на эти нужды, да, это чтобы не сказать как есть, чтобы не сказать, что он ограбил людей, все то, что полагалось людям, он это все повернул в свой собственный карман, из которого потом его дети, его родственники там в Дубае отдыхают, и вот 20 миллиардов, как вы говорите по вашим заявлениям, даже если мы это примем, но вот оттуда он их туда потратил, как вы не понимаете, что сказать подобное это полный абсурд, как у него может быть в своем кармане 20 миллиардов, откуда они у него, и вообще вот чем дальше, тем больше вам приходится ли заблюдить перед этим чабаном, чем дальше, тем больше, на этом совещании гораздо больше времени уделяется тому, чтобы вылизывать его, каждый, кто начинает разговаривать, он начинает с вылизывания Кадырова, иудам начинает с этого, вместо того, чтобы сказать, вот по твоему поручению мы там то-то, то-то, он начинает благодаря Ахмату Хаджи, потому что он по его пути, вот его сын, вот спасибо тебе, вот, и постоянно нужно это снова и снова повторять, я представляю, как вам это надоело, я представляю, как вам воняет от самих себя, вы не можете это лепить, как там Путин сказал, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. На тему, Рамзан молодец, у меня есть заготовленная тема, тут на днях с силовиками провел совещание Рамзан Кадыров, и там была озвучена очень-очень важная тема, порадовавшая меня, я уверен, что вас она тоже порадует, это то, что, наконец-таки, они признали и столкнулись с проблемой, что никто не хочет в Чечне ехать воевать в Украину, погибать за Российскую Федерацию. Исчерпали они тех людей, которые, первая волна, там, какие-то люди, которые действительно по собственному желанию ради денег отправились туда, они давно закончились, они либо уже погибли, либо ранеными вернулись. То есть, вторая волна людей, которых принуждали, то есть, это какая-то вот уязвимая часть населения, зеки, допустим, сидящие в тюрьмах, люди, находящиеся под надзором, там, похищенные, незаконно удерживаемые и так далее, то есть, всех, кого можно было заставить, либо мы тебя сажаем в тюрьму, либо ты едешь, либо мы тебя убиваем, либо ты едешь, либо мы там сейчас что-то запытаем, там, и, в общем, таких людей уже отправили, они тоже закончились, и они перешли теперь к следующему этапу, решили отправить туда малоимущих. Кто такие малоимущие? В республике есть определенная категория населения, которую по недавнему такому указу Кадырова сделали, значит, по всей республике реестр малоимущих семей. Это люди, которые не работают, у них нет какого-то дохода, даже если есть доходы, но они меньше пожиточного минимума. И, по крайней мере, заявлено так, что эти люди освобождены от выплаты коммунальных услуг, то есть, газ, свет, там, и все остальное, они не платят, но это только заявлено, я, по моей информации, это не соблюдается, может быть, это где-то частично соблюдается или нет, я не знаю, но заявлено так, что они не платят, плюс к тому, они любые какие-то благотворительные мероприятия, которые проводятся в республике, допустим, на 10 мая, они там, ну, у них день траура, они, значит, приносят в жертву там животных, и они раздают мясо, вот, в первую очередь, этим малоимущим. Это тоже они так заявляют, не знаем, сколько это соблюдается. Также любые какие-то иные выплаты, там, государственные, это все в первую очередь должно идти вот этим малоимущим семям. И их очень много, на самом деле, по республике. И вот они сейчас решили, годных к военной службе, годных к тому, чтобы воевать в Украине, решили эти люди из малоимущих семей официально, значит, оформить вот эти свои батальоны, вновь созданные, и отправить в Украину. И вот давайте послушаем, что по этому поводу говорит Магомед Иудов, председатель Катыровского парламента. Магомед 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 М Мы должны помогать, чтобы все выросли их неправильно. Смотрите, Иудов говорит, что он ответственный по Аргуну, Кадыров его сделал ответственным по городу Аргуну. И в Аргуне 412 таких семей, малоимущих, которые официально находятся в этом реестре. Из них, говорит, в этих вот 412 семьях, 188 это те самые молодые люди, назовем их так. То есть это те люди, которые по мнению кадыровской власти, они годны для того, чтобы выйти на работу в эти полки, отправиться воевать в Украину. Для этого они годны. Но они, конечно, так не говорят. Они говорят, что они не собираются никуда отправлять, что они нужны для работы в этом новом батальоне, который создается для охраны нефтяных объектов. То есть их официально якобы не собираются отправлять. Но народ понимает, для чего они нужны. Люди понимают, что их собираются отправлять на убой в Украину, поэтому не хотят. И вот из этих 188 человек, Иудов, жалуется, говорит, что только трое согласились. И то из этих троих, один оказался негоден, потому что у него там что-то образования нет. Видимо им нужно, образование тоже необходимо для того, чтобы отправить. То есть из 188 человек, в итоге только двое отправятся в Украину воевать. Это, конечно, очень злит и Иудова, и Кадырова. И очень радует наши сердца. Иудов говорит, что они никакие не малоимущие. Они тунеядцы. И их, говорит, вот при советской власти была статья. Тунеядцев, говорит, сажали. Их тоже нужно, говорит, наказывать за то, что они не хотят работать. Вот мы им, говорит, все это время мы их чуть ли на горбу носили. В первую очередь все им делали. А теперь, говорит, когда мы им предложили работу, чтобы они сами себе зарабатывали и перестали быть малоимущими. Они не хотят. То есть они это объясняют тем, что они якобы не... Их отказ мотивировал не тем, что они не хотят ехать и убивать украинцев. Не хотят они воевать за Путина, за Российскую Федерацию. Не хотят люди. Вот в чем основная причина. А они это объясняют тем, что якобы они хотят дальше числиться малоимущими и типа вот манну небесную получать, которую мы им якобы даем. Но радует здесь то, что мы-то понимаем, почему эти люди туда не хотят идти. И это очень радует, что настроение людей таково, что вот вся эта пропаганда, которая до сих пор велась, что вот чеченцы там с удовольствием какие-то молитвы в мечетях за отправившихся там читают, что они все прям желают. Мы там, мы резерв. Помните вот это начало? Буквы Z, мы резерв, мы отправьте нас. Ничего подобного не происходит, а люди туда ехать не хотят. И вот Кадыров тоже, конечно же, очень недоволен этим. И он поддержал инициативу Иудова. Давайте послушаем, что сказал Кадыров. Кадыров. Кадыров здесь распорядился, чтобы их убрали. Вот всех, кто отказался, их убрали из реестра малоимущих. И теперь они, в общем, никаких льгот у них не будут. Сами будут платить за свет, за газ. Если какие-то там благотворительные акции, то, разумеется, им ничего из этого не будет. Но здесь я хочу обратить внимание на то, что Кадыров говорит, каждый любит своего сына, каждый любит своего брата, каждая жена любит своего мужа, каждый ребенок любит своего отца, Кадыров сам, наверное, в этот момент говорит, а я люблю Путина, я люблю деньги, я люблю власть. И я люблю, когда мои дети отдыхают в Дубае и получают удовольствие от этой жизни. Поэтому вы малоимущие, как бы вы там не любили своих сыновей, своих мужей, ваши дети, ваши мужья, ваши братья должны там погибать, чтобы я мог получать свои деньги, свою власть, и чтобы мои дети могли свободно отдыхать в Дубае и получать максимум удовольствия от всей этой жизни. Очень хорошая, радостная для нас статистика, но все-таки в этой даже статистике я хочу обратиться вот к тем двум согласившимся воевать за них, и в их лице обратиться вот ко всем тем, кто сейчас там воюет, в Украине, кто рискует своей жизнью каждый день, жертвует этими своими жизнями, своим здоровьем. Вы сейчас, находясь там на поле битвы, вы теряете своих товарищей, вы теряете свои конечности, вы теряете свое здоровье, вы можете сами погибнуть и грузом 200 вернуться обратно. Я хочу, чтобы вот в это самое время, когда очередной снаряд к вам прилетит, где-то рядом взорвется и ваших товарищей рядом ранит или убьет, чтобы в это самое время вы знали, что сын Кадырова, дочь Кадырова, племянник Кадырова, он в это самое время бросает очередную пачку денежных купюр на ветер в Дубае, арендует там себе дорогостоящую машину, хотя почему арендует, у них там и свои эти машины есть, садится за руль Ламборгини, рядом его двоюродный брат садится за руль Феррари, и они едут по широким, хорошим дубайским дорогам, снимая друг друга инстаграм, запрещенный в России инстаграм, сториз выкладывая друг друга, в то время как вы, только когда рассеялся этот дым, этот смог, от только что попавшего рядом с вами снаряда Хаймарса или еще чего-то, только вот он рассеялся, и вы поднимаете голову, видите, что вот лежит несколько трупов, вот раненый, вы подбегаете к нему, вы берете его, этого человека, чтобы его оттащить, и вы это самое время вспоминаете, что Кадыровский сын берет под руку своего брата, свата, и очередную порцию хорошей еды в каком-нибудь дубайском ресторане оплачивает. Все это они не смогут делать, если вы не будете там, если вы, если вы, малоимущие, не будете проливать свою кровь в Украине, то многоимущие Кадыровы не смогут тратить свои деньги в Дубае, в Грозном, в Москве и в других местах. Задумайтесь об этом, почему те, кто говорят о необходимости, о обязательности с религиозной точки зрения ведения войны в Украине, что это вот прям джихад на пути Аллаха, они говорят, почему они сами не торопятся погибать на этом джихаде? Почему? Если это священная обязанность, и после этого 100% тебе гарантирован рай, почему они не хотят в этот рай? Почему Кадыровские дети, почему Кадыровские какие-то там дальние, ну и не очень дальние родственники просто поехали, там пару фотографий, видеороликов для ТикТока сделали и вернулись обратно, и сейчас растекают по Дубаю? Почему, если это настолько 100% гарантия положенной жизни в районе? Почему они это не используют? Задумайтесь об этом. Вспоминайте о том, что я вам сказал в этих условиях, о которых я вам только что говорил. Но я хочу обратить еще внимание на высказывание Иудова на этом же совещании о том, сколько денег из личного якобы кармана Кадыров потратил на спецоперацию в Украине. Послушайте его. Около 20 миллиардов, здесь он не уточняет, в какой валюте это, рубли или доллары, но даже если это рубли, это скорее всего, наверное, он имел эти рубли, и даже если это рубли, то у нас вот возникает вопрос, из какого такого собственного кармана эти деньги тратятся? Кадыров, он бизнесмен, он кто? Он олигарх, он же вроде бы госслужащий, откуда у него 20 миллиардов? Как поворачивается язык сказать, что из своего кармана? Ну скажи ты, что он из государственного бюджета как-то нашел способ, там у кого-то где-то что-то урезал и потратил на эти нужды? Это чтобы не сказать, как есть, чтобы не сказать, что он ограбил людей, все то, что полагалось людям, он это все повернул в свой собственный карман, из которого потом его дети, его родственники в Дубае отдыхают. И вот 20 миллиардов, как вы говорите по вашим заявлениям, даже если мы это примем, но вот оттуда он их туда потратил. Как вы не понимаете, что сказать подобное это полный абсурд? Как у него может быть в своем кармане 20 миллиардов? Откуда они у него? Кто он? Мы его не знаем, чтобы он вел какой-то бизнес, чтобы он был, может, нефтемагнатом, или ему принадлежал Норникель, чтобы у него какие-то акции были, или он вообще имел право, например, иметь эти акции? Он же госслужащий, он же не может, у него в кармане быть не может 20 миллиардов. Как вы подобную чушь говорите, и после этого сидите с умным видом? И еще хочется уже в заключении обратить внимание, помните, я раньше, когда обратил ваше внимание на то, что они говорят, Рамзан Ахматович называют друг друга по имени и отчеству, и вы тогда говорили, а, ну что, зря ты сказал, сейчас они специально тебе назло перестанут это говорить. А я вам сказал, что нет, все равно им придется это делать. Может, первое время они там что-то, какую-то видимость создадут, а дальше снова будут продолжать. Вот вы видите на этом совещании, как они все сидят, там Рамзан Ахматович, Рамзан Ахматович называют его по имени и отчеству. Вот оно, соблюдение чеченских традиций и обычаев, опять на те же самые грабли. Как можно учить чеченских спортсменов каким-то чеченским обычаям и традициям, когда вы сами сидите и полностью противоречите этим чеченским обычаям и традициям? И вообще, вот чем дальше, тем больше вам приходится лизоблюдить перед этим чабаном. Чем дальше, тем больше. На этом совещании гораздо больше времени уделяется тому, чтобы вылизывать его. Каждый, кто начинает разговаривать, он начинает с вылизывания Кадырова. Как есть, знаете, вот в исламе есть такое правило, когда проповедь, например, начинается, любой имам читает проповедь, или просто даже я начинаю свой эфир, мы начинаем его с того, что воздаем хвалу Аллаху, просим Аллаха, ну, салават на пророка, благословение пророку, спросим благословение пророка, мир ему, салави, Аллаха, о его семье, и потом начинается разговор. Это такое правило в исламе. Любой разговор, особенно какая-то общественная речь, особенно проповедь, если имам читает, то он должен начинать с этого, он должен воздать хвалу Всевышнему, попросить благословение на пророка, мир ему, салави, Аллаха, и потом продолжать. Вот они сделали для себя такое же правило. Каждый, кто начинает свою речь, начинает ее с вылизывания Кадырова, старшего, младшего, отца, сына, всех. И только тогда он может приступать к делу. Иудам начинает с этого. Вместо того, чтобы сказать, вот по твоему вручению мы там то-то, то-то, он начинает благодаря Ахмату Хаджи, потому что он по его пути. Вот его сын, вот спасибо тебе. И постоянно нужно это снова и снова повторять. Я представляю, как вам это надоело. Я представляю, как вам воняет от самих себя. Вы не можете это любить. Я знаю, что вы это ненавидите. Это любая вещь, даже которую ты очень любишь, когда тебе ее нужно постоянно, постоянно это делать. Кто-то это требует тебя, это наскучивает, это становится для тебя невыносимым. Я представляю, как вас это напрягает. Но у вас такая участь, такая ваша судьба предательская, вам придется это делать. Терпи. Как там Путин сказал? Нравится, не нравится. Терпи, моя красавица. Так что терпи Иудов, Делимханов, все остальные. Терпите и вылизывайте своего хозяина каждый день, каждое совещание, каждый разговор. Делайте это, ибо у вас нет другого выбора. Субтитры создавал DimaTorzok